ой сколько народу подал исцелитель что люди захотели вылезти друзья и вот я уже к тому времени понимал так если за меня уже просили тоже пошла там некоторые слова я еще врачам один раз рассказывал как анекдот заводские врачи приходит ко мне две дамы врачи дипломированные врачи и говорят вчера было день медика поздравляю а у нас болят головы вот мы к вам через пять минут одной голова перестала болеть через пять минут другой вот интуиция помассажила головы ну наверное и какие-то способности все-таки эксосенсорные помогли хоть я ничего не шептал молитвы не знал но они ушли со свежими поздоровевшими головами потом я наотрез отказывался почему боялся я уже к тому времени маленько начал соображать заработал болезнь я тебе не наливал больной страдаешь похмелье вот если я тебя лечу твоя болезнь переходит ко мне сто процентов как там ломоносова природе ничего не появляется ничего не исчезает бесследно только переходит с одно состояние в другое ну вот она наука страшная вещь когда кто-то берется лечить человека особенно смертельно больного страшная вещь недавно умер один из уникальных целителей города сайногорска не называю фамилию вот когда-то когда пошла кота я написал статью в этот самый у меня говорю все же одна цепочка я уже к тому времени что знал когда начал печататься наконец рисовал напечатал первую статью вот как я написал что я знал в том времени итак советское время литературная газета и 3 миллиона экземпляров тогда было еще вот печатает разгромную статью некий не помню фамилию вот как он вреда принес стране вот хотя две крайности вредные то что за целительство если агитировать вред потому что много при этом беды наносится откладывается это самое консервативное лечение и запаздывает это если лечит этот фальшивый целитель и наоборот благодаря вот таком статьям разгромным целительство не было изучено откуда не брали эти самые у знаете как приходит целитель Извините, длинный разговор, но ничего, когда-нибудь он кончится. Вот, это я не понаслышке говорю. Вот он, целитель, вот завешан весь Санагорскими объявлениями. Прихожу к нему, но прихожу не лечиться. Я говорю, я посижу в сторонке, я просто посмотрю. Вот, ну ладно. Пока у него перерыв, я гляжу несколько дипломов. Подхожу к диплому и читаю. Потому что, значит, институт такой-то, НИИ, ну, в Северске, признает рассенсорные способности за, ну, скажем так, Ивановым Иваном Ивановичем. А в чем они заключались? Василий, когда он там что-то колдовал, шептал, крыши поменяли свое поведение. То есть уже, ну, там что-то, не то, что он их вылечивал, там, больных, а воздействие, якобы, биополе, на биополе крыс доказано. Ну, там, может, они сидели спокойно, а потом начали кусаться. Или, наоборот, кусались, он пошептал, перестали. И вот такими дипломами, якобы доказывающие его особые способности, была увешана стена. Ну, шая, да. Вова и народу ходила, там целая очередь у него была. Вот, ладно. Другая дает объявление. Беру рамки, прихожу к ней. Беру, я так делал несколько раз, в те разы неудачные. Беру шампанское, беру коробку конфет, иду знакомиться. Я ничего не мог с собой поделать. Любознательность из меня лезла, как это самое, тесто из этого, из кастрюли. Вот, поднимающееся. Боженьки ты мой. Вот, здрасте, здрасте, я говорю, я не лечиться. Вот, смотрите, это только что я отнимаю дистанцию. Можно я померю ваше биополе? Нет. Вы мне рамками его проткнете. Я с тех пор проткнул сотни людей, кстати, и все живы-здоровы. Вот. Ну, я и говорю, ну, знаете, рамки, это всего лишь стрелки, вольтметра, организм человека. Я еще не раз повторю, это вольтметр. Вот, уже сам заученную фразу собственного сочинения. Вот. Они не протыкают биополе. Они, это, возникает электродвиживающая сила под воздействием, это движение. Он смотрит на меня. Нет, 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 нет. Я ухожу и до души жалею. А, заберите, кажется, эту самую коробку конфеты и шампанского. Нет, нет, что вы, я же это самую. Представляете, я буду забирать обратно подарок. Хотя, в душе немножко жалел. Я тогда скромно жил. У меня не было лишних денег. Жалко, но уже... Ну, на каждую неудачу приходится все равно когда-то удача. Вот. Были и удачи. Одна из удач была такая. А, нет, по порядку. Так. По порядку. Ага. Итак, в литературной газете появляется статья. Газета была одна из самых популярных. Газета считалась что-то неоппозиционной. Вот. И в ней печаталось то, чего других не печаталось. А здесь типа разрешалось, так сказать, пар немножко спустить, потому что сильно уж это... Помните, в газете «Известия нет правды», а в газете «Правды нет известий». Действительно не было «Известия». Вот. Вот. В ключе открываешь газету, там написано. Весь советский народ с энтузиазмом принял. Я потом еще специально ходил в свою бригаду. Я говорю, ребята, вы читали там чего? Вот. Ну, в общем, мы поняли. А в газете «Правды» нет известий. В газете «Известия нет правды». А тут немножечко допускалось. Чуть-чуть. И, значит, разгромная статья. Вот. Этот самый корреспондент присутствовал случайно-неслучайно при следующем. Значит, в доме, где, видимо, были больные, некомфортно. Вот. Они взяли и пригласили какого-то старика. Это Москва. Я одно время подумал, не Порфирий или Иванова. Но действительно где-то там возили, там где-то лечили. Вот. Человек феноменальных возможностей. Ну, как бы сказать. Не вписывался в нашу систему. Ходил босиком. Много чего было. С немцами не то, что сотрудничал. Но и с немцами, при немцах опыты. То есть немцы ставили на него опыт. Чуть ли не коллаборационисты, получается, понимаете. То ли о нем что речь, то ли о другом таком деде. Бородатый, обросший босиком. И вот он заходит. А он талантливый журналист. Так все это припадет издевательски. Вот он ходит. У него на нитке свинцовая пуля подвешена. Кстати, это мы тоже будем проходить с вами. Обратите внимание. Не отключайте ящики свои с экранами. Вот свинцовая пуля. Вот он ходит. Пуля начинает где-то двигаться, где-то не двигаться. И там, где она двигается. Он говорит, убрать кровать, убрать кресло. Переставить. Вот. Высмеял этого деда. Это такое талантливое. Жаль, я это не сохранил. Да когда я сохранил? Я тогда совсем молодой человек был. Вот. Но в голове застряло. У нас что ругают, то часто не по делу. Вот. Страшный был нанесен вред. Вот это самое. Потому что я после этого с этим-то и занимался, как дед. Единственная разница между мной и дедом, что я не босиком ходил, а ходил в обуви. И когда приходил мерить чью-то, это самую квартиру, одевал тапочки. Вот. Вот только эта разница между мной и дедом. Ну, еще потому что бороды не носил. А так все один к одному. Мы не экстрасенсы. Я сразу говорю. Мы биолокаторщики. А биолокация, это нормальная вещь, нормальная наука. И вот, значит, я написал статью, которую начал там, свой опыт где-то приводил. Она у меня есть. Ее можно найти. И тогда бы, может, мой рассказ был бы более богат разными историями, фактами. А так, что помню, то помню. Статья была напечатана в газете Фазенда. Лет 15-12 назад. Моя уже статья. Не вот та. Злосчастная, которая еще лет 10 или 20 назад читала. Вот. И раздался два звонка, которые мне здорово помогли в плане любознательности. И, как говорил этот самый Паселин Печкин, в целях расширения кругозора. Вот. Одна касалась статья. Очень секретная вещь. Я вас интригую. Как я интригую. Вот. И однорвался на секретнейшую вещь. Но о ней попозже. А еще был звонок. С Саногорска. Значит, достаточно молодой чеки. Лет, наверное, тогда 40. Сказал, что я пришел и перемерил их всех. Его и его команду. Вот. И я пришел, а они, оказывается, лечат людей. А, и что удивительное самое, я там встретил своего друга. Он тогда работал прорабом. У него страшнейшее было заболевание позвоночника. Вот. И он уже сидел в инвалидной коляске. Его, его, я не знаю, почему я не говорю его это самое, не хочу назвать, не знаю почему. Назовем его как, просто, в общем, целитель его вылечил. И тот снова стал, по крайней мере, на ближайших несколько лет, он абсолютно безнадежного человека поднял на ноги. Это было чудо на моих глазах. И опять же, я здесь не усматриваю никакой экстрасенсорики. Никакой. Это был целитель от Бога. Вот. И во многом, благодаря вот этому какому-то лечебному массажу, ну и, конечно, не без внутренней энергии. Хотя, еще раз говорю, никакой мистики. И я пришел, смотрю, он и три милых сотрудницы. Девушки и женщины средних лет. Вот. И они охотно, что меня удивило, да, они не боялись. Это та дама, которую, это, не удалось облазнить коньяком с конфетами. Вот. Они совершенно не боялись ни меня, ни проколов. Такое поле. Им было интересно. Но я померил эту комнату, там, где он не стоял посреди стол, массажерный или там лечебный, где они принимали пациентов. Там все, рамки крутились, черт, будь здоров. Ну, можно сказать, место зараженное, можно так сказать. Сказал, я растерянный, говорю, пойдемте в другую комнату. Я вот должен мерить в чистом месте. Другая комната оказалась чистая, но как? Вот. Когда я их начал мерить, у меня ничего не получалось. Вот интересная такая картинка. У меня много их, так, говорю, сотни. Иногда я вот сейчас так вспомнил. Вот. Я давай мерить, а у меня ничего не получается. Я растерялся. Я халтурщик. Я сам, оказывается, хоть и с презрением отношусь ко многим целителям. Вот. И вдруг я оказался в юкогорте. Я не могу никого померить. У меня рамки болтаются, как хотят. Да что же это такое? Я их даже ровно держать не могу. Потом хлопнулся по обуви и говорю, главному целит. У меня к вам просьба. Высите вообще из этой квартиры. Вон туда, в коридор. Вот. Я-то начал с девушек. Вот. И только когда он вышел. В общем, оказалось, что обе поля не вмещаются в эту самую картину, в эту квартиру. Ну, комната небольшая, наверное, она же, так сказать, хрущевка. Но все равно не вмещалась. И рамки поворачивались из-за него, куда попало. Вот. Померила девушек. Ну, солидно. Как сейчас помню. От двух до трех метров. Вот. Для начинающих целителей, для целителей средних руки, неплохо. Если добавить еще умение массажа, вот, то вообще замечательно. А у них еще был прибор Денос, кстати, замечательный прибор. Первый и последний раз я положительно говорю об электрическом приборе. Вот. Ну, как электрическом, на этих, на батарейках. Денос. Помогает. Вот. Так вот. Это тоже входило в их, этот, атрибут. Один из атрибутов. И перемерил их. Все довольны, все счастливы. Халтурщиков среди них нет. Тогда я говорю, девушка, теперь вы в ту комнату, я буду мерить его. Ну, померить его так и не удалось. Потому что для этого надо было идти на улицу и это самое. Ну, за три метра далеко выходило размеры биополя. Я имею в виду радиус, не диаметр. Радиус. То есть диаметр уже получается. Если три метра радиус, то шесть метров диаметр. Так, первым приближением. Вот так с ними познакомился я. Так. Вот. И царство ему небесное. Недавно он умер. Вот. Мне кажется, нарвался он на, скорее всего, или просто себя отдал целительству, потерял здоровье, или, может быть, где-то такие люди есть, которые высасывают энергию напрочь. Это особый случай. Запомните. Биополе, это пока предварительно, чтобы не думали, что я не знаю, о чем говорю. У каждого индивидуально. Излучение индивидуальное. Биополе человека, оно имеет ту же структуру, что электромагнитное поле, это я в железах говорю, а вы хотите проверить, хотите проверить. А оно не поддается вычислению, и прибором пока. Поэтому я говорю, навскидку так. Оно отличается от электромагнитного поля, ну, как это самое, в одном случае расстояние до Луны, другого до Солнца. То есть тысячи раз. Дело в том, что излучение такое микроскопическая разница, то есть у каждого своя длина волны, у каждого индивидуально. И хотя оно микроскопическое, вообще в принципе эти, размеры волн, так? Нет, размеры между волнами. Оно пульсирует. Но, тем не менее, оно настолько индивидуально, что это позволяет человеку иметь защиту от других. И в некоторых редких случаях защита не срабатывает, потому что совпадение такое. Совпадение. То есть у человека совпадают размеры биополя. Нет, наоборот, не совпадают размеры биополя, но совпадают размеры излучения. Не так. Диапазон волн совпадает. И тогда очень, очень, ну то, что мы называем вампир, может высосать действительно всю энергию от донора, который и не думал эту ему энергию отдавать. Вот так вот. Вот. Пока звучит. Потом, когда перейдем практики, поймете, все намного проще, чем уже. Сейчас кажется, это трудно даже воспринимается. Вот. Ну, еще один трагический случай, еще одна короткая жизнь целителя. И вот я понял, целитель, если настоящий, долго не проживет. Вот. Я советую тех, кто занимается массажем, долго не заниматься. Рано или поздно нарветесь на такого вампира, что вы можете за один час потерять здоровье. Вот. Хотя, в принципе, любой массажист отдает его постепенно. Ничего не делается это. Зря. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова